Радио Свобода Радио Свобода Гуд Куб зреет бонд В данном интервью он вначале дал свое видение ситуации в современной российской оппозиции и в частности видение связанное с тем, что команда Навального не прислала своих представителей на данный форум. Но об этом, думаю, лучше посмотреть в указанном ролике. В оппозиции действительно достаточно внутренних противоречий, особенно если вспомнить мои последние публикации оппозиции Платошкина в так называемом «Лосином и делу Рашкина». Впрочем, этого-то Гуд Куб точно не касался. Здесь я хочу выделить, что в данной публикации он подчеркнул – Путин не навсегда. И прежде всего он не навсегда, потому что противостояние Запада диктатурам, и не только путинской диктатуре, а диктатурам вообще сейчас усиливается. А это, на его взгляд, открывает для российской оппозиции много новых возможностей для борьбы с режимом Путина. И он полагает, что именно это взаимодействие с цивилизованным миром нашей оппозиции может очень помочь, более того, она вообще может оказаться самым главным. И, кстати, я с ним полностью согласен. Работа на международном уровне против режима Путина сегодня способна дать намного больше эффект, чем работа на уровне российском. Но об этом, полагаю, мы как-нибудь лучше поговорим отдельно. Думаю, это достойно специальной публикации. Далее Мумин Шакеров спросил у Гудкова, как можно сменить власть, если уличные протесты массовые не дают никаких эффектов. И именно его ответ на данный вопрос заставил меня сделать данную публикацию. Он ответил, что власть сейчас не заставит уйти только массовыми и, самое главное, мирными протестами. Однако при этом он подчеркнул, что не говорит о применении оружия и насилия вообще. Он полагает, что будет достаточно только того, что народ просто продемонстрирует свою готовность, если нужно, противостоять власти и ее произволу силы. Тогда массовые протесты наконец обретут перспективу. Ведущий уточнил, как можно продемонстрировать силу, когда любые движения, как он выразился, тут же подавляются силовиками. — Это пока, — ответил Гудков, — режим слабеет на глазах. И ему не удастся остановить полицейскими мирами зреющие массовые протесты глубинного народа. Вот это их обсуждение. Всем стало понятно, что массовыми протестами власть сменить нельзя ни в Белоруссии, ни в России. Нет, нет, я с вами не согласен. Хотя я утверждал, что массовыми мирными протестами, я вернее говорил о том, что только массовыми и абсолютно мирными протестами сегодня власть не заставишь уйти. И я не говорил о применении оружия и насилия. Но я говорил о том, что там, где народ способен продемонстрировать готовность сопротивляться к произволу властей и силовой реакции властей, там народ побеждает. Вот народ должен демонстрировать силу, уметь ее продемонстрировать и показать, что при необходимости в ответ он ее готов променить. Тогда массовые протесты имеют перспективу. В каком формате народ может демонстрировать свою силу, учитывая, что любое движение мгновенно подавляется силовыми структурами России? Это сейчас, это пока. Режим слабеет, он гниет, он прогнивает, гниет несущие основы режима. И следует ожидать, я в это верю, следует ожидать массовых протестов вот этого низового глубинного народа. И вот ему, его вот этот протест и вот эти массы, уже не остановить полицейские меры, это совершенно очевидно. Что здесь можно сказать? Сейчас у многих создалось впечатление, что, как говорится, Путин не уйдет по-хорошему. И это уже вовсю звучит. Напоминаю, на наших каналах уже есть небольшой цикл моих публикаций об этом. Коммунисты говорили о праве на восстание. И особенно много об этом говорил Валерий Рожкин. Благо, такое право официально есть, и оно включено во Всемирную декларацию прав человека и официально ратифицировано Российской Федерацией. Но лично я считаю развитие ситуации по силовому сценарию крайне маловероятным. Вооруженное восстание или революция силой оружия практически неизбежны в условиях капитализма, что подчеркивал Владимир Ильич Ленин в свое время. Но это в условиях капитализма. В современной же России, как я уже неоднократно подчеркивал, и близко нет никакого капитализма. У нас классический политаризм. А в его условиях вероятность силового противостояния крайне низкая. Мой подробный ролик о том, что такое политаризм, будет на конечной заставке. И здесь я не буду кратко напоминать о том, что это такое. Во-первых, я это уже делал много раз. Но, во-вторых, об этом лучше посмотреть непосредственно в ролике. То, что в условиях политаризма крайне маловероятно. Возможность противостояния силой оружия в свое время очень хорошо показали так называемые бархатные антикоммунистические революции в странах Восточной Европы. Там до силового противостояния, пожалуй, дошло только в Румынии. Да и то оно было предельно минимальным. И, конечно, эти революции и близко не были антикоммунистическими. Они были антиполитарными. Но это, увы, пока понимают только специалисты. Знание о политаризме почему-то по сей день не стало знанием народа. Хотя оно теперь и не засекречено, как было засекречено в Советском Союзе. Почему эти революции были бархатными? Да только по одной и единственной причине. У паразитического класса политаристов нет настолько высокой заинтересованности в сохранении своего положения, как у частных собственников. Главный атрибут принадлежности к эксплуататорскому классу в условиях политаризма – это не деньги и не собственность, а номенклатурная должность. А она, в отличие от собственности и финансового капитала, не остается с тобой законодательно до смерти и не может быть законодательно передана твоим детям или другим наследникам. И поэтому для политаристов просто нет большого смысла драться за свои кресла с оружием в руках. Все дело в том, что в отличие от стран Восточной Европы у нас по сей день не произошло антиполитарной революции. Хотя внешне выглядело, что и произошло. Да и то, на части раскололась великая страна и способ производства официально социалистического у нас якобы стал капиталистическим. Но настоящая революция – это реальная смена способа производства. Кстати, совсем не обязательно силы и оружие. Но именно реальная смена способа производства. А не формальная. У нас же произошла только формальная его смена. Вот в странах Восточной Европы революции, да, были настоящими. Там на самом деле политарный способ производства сменился капиталистическим. То есть там, если говорить словами Владимира Ильича Ленина, произошли буржуазно-демократические революции. Аналогичные и февральской революции 1917 года в России. Кстати, по Владимиру Ильичу Ленину социалистические революции в условиях политаризма и невозможны. Возможно только перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Но Иосиф Сталин лишил наш народ этого знания. Запретил преподавать указанное положение в советских учебных заведениях. Это знание нашему народу еще только предстоит вернуть. Но об этом лучше посмотреть. Уже указаны в ролике о политаризме. И повторяю, у нас буржуазно-демократической революции в 1991 году не произошло. И политаризм характерный, что для Советского Союза, что для Царской России, сохранился у нас в полной мере. И хозяином положения у нас и близко не стал паразитический класс капиталистов. Или, как нас сегодня уверяют, класс олигархов. Нет, главным социальным паразитом у нас по-прежнему была и остается номенклатура. А это, помимо много прочего, значит, что, например, Владимиру Путину будет крайне сложно передать свою должность президента, ну, скажем, одной из своих дочерей. В современных политарных странах этот номер серьезно прошел вообще только у одной семьи Киммерсена. И это у Путина. Политаристам калибров поменьше это будет еще сложнее. И куда сложнее. И они это прекрасно понимают. Именно поэтому у них сейчас практически все дети за границей. И они их там назначают распорядителями своих наворованных у народа капиталов. А уж номенклатурная карьера для детей в России – это второй вопрос. Это как получится. Теоретически, кстати, это может у них получиться, если им удастся восстановить монархию. И это, кстати, они тоже прекрасно понимают. Именно поэтому они так крепко ударились головой от православия. Но это тоже вряд ли. Уже видно, что православную религию наш народ не принял, а уж тем более не принимает идею монархизма. Прямо из православной религии вытекающую. То есть номенклатура прекрасно понимает, что 1991 год, да, не ликвидировал в нашей стране политарную систему. Но очень сильно ее ослабил. Более того, политаризм у нас в стране сохранился только чудом. А вернее, он сохранился только в силу непрошибаемой тупости Бориса Ильца. Поэтому они и предпочитают не ставить на эту ошибку. Вернее, они предпочитают ставить на деньги, а не на номенклатурные должности. Конечно же, штука непредсказуемая. Но Гудков прав в одном. Если протесты начнутся всерьез, то очень и очень маловероятно, что номенклатура посмеет пойти на силовое противостояние с народом. И это даже несмотря на все потуги Путина с созданием им Росгвардии. Даже весьма специфический личный характер Путина. Здесь крайне маловероятно, что будет способен изменить ситуацию. Того же Чаушевску тоже изменить не смог в Румынии в свое время. А у Путина и у Чаушевску очень похожий характер. У нас не только вполне возможно, а у нас весьма вероятно антиполитарная революция мирным путем. И думаю, нашему народу это пора начинать понимать. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok